Мне кажется, что тот самый пресловутый коронавирус обнажил, обострил целую цепочку проблем, которые были, может быть, не так заметны, может быть, где-то вуалировались в СМИ. Но, тем не менее, ни один из предыдущих кризисов, которые мы переживали, это и азиатский кризис 2008 года, и ипотечный кризис 2008 года, и кризис санкционный, который еще до сих пор продолжается, он не обострял проблем до такой степени, чтобы были закрыты границы, чтобы разорялись целые сферы бизнеса, чтобы закрывалось просто транспортное сообщение до 70%, а пассажиропоток на 100% перекрыт практически. Как такое могло произойти в нашем современном цивилизованном, образованном мире? И как вы думаете, как лучше всего Евразийскому экономическому союзу на срочном сборе глав, которого вы настаиваете хотя бы в каком-то удаленном формате сейчас, выйти из этих проблем без огромных потерь? Любой политик, а тем более в моей должности, я же отвечаю за миллионы людей, и не только своих, у нас же соседей немало, жизнь которых так или иначе от нас зависит, любой политик должен свои конкретные тактические шаги сверять с той стратегией, которая возможна. Вот ты задал главный, фундаментальный вопрос, вопрос, которым сегодня уже озаботились многие и так немножко уже начинают выговаривать. А что будет после пандемии? Что будет после коронавируса? А не кажется ли тебе, что сильные мира сего, без войны, через эту, Макрон уже это войной назвал, через эту вот так называемую коронапсихоз, коронавирусный психоз, инфодемию, в том числе, хотят переделить мир? И задаются уже многие вопросом, а что будет после пандемии? И смотрите, почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью? В какой-то степени политически рискуя. Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие там литовцы, латыши и прочие, что будет с нами? Они выстоят. У России есть нефть-газ, в которых сегодня нуждается весь мир и Китай. Китай – огромная мощь экономика. В Америке – печатный станок. Два триллиона вбрасывают, еще два на подходе, а Антонио Гутерреш, искренний человек, предложил вообще 10% ВВП напечатать денег. Слышал? Да. 10%! Ты представляешь? Если 200 триллионов ВВП, к примеру, я не помню, сколько мировой ВВП, то 20 триллионов они напечатают и вбросят. Это же пустые деньги. Доллар обесценивается и так постепенно. А тут просто пойдет вал, пойдет инфляция. Где окажемся мы со своим рублем? Понятно. Более того, кто получит эти 20 триллионов? У кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные станут беднее? Получится. И представляешь, нас столкнули к тому, что мы должны остановиться и сидеть, и проесть те скудные запасы, которые у нас есть. Даже в России нельзя сказать, что они огромные. За год вот сидя, на год не хватит. Точно так и у нас. И тогда, напечатав 10% ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут, «Надь, а вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем». Вот так может быть переделен мир. И я смотреть пытаюсь дальше, что будет с белорусами и с нашей независимостью. Не вопрос, жестокий вопрос. Поэтому, да, ответ уже сегодня все на него отвечают. После пандемии мир будет другим. Абсолютно точно, и я с этим согласен. Мир будет другим. Но второй вопрос, где наше будет место в этом мире. Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия, как ты говоришь, и прочее. Это есть, но это пройдет. Месяц-два и пройдет. Но останется вопрос, где мы, где наше место. И такой вопрос будет для богатых ресурсами Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Армении и Кыргызстана еще больше. Для Украины будет такой же вопрос. И для неуседы, которые сегодня пытаются поставить под сомнение политику президента Беларуси. Для всех вот возникнет этот вопрос. Боюсь, чтобы нас не переделили без войны.